Убунту, да, это ни у кого... Программа, которая стоит на Убунту, все практически имеют виндовские версии. Я просто хочу сказать, что вы можете купить бушный убитый ноутбук, снести там все, что там было до этого, и с флешки загрузить операционную систему. Более того, она будет работать с флешкой, но она через пару месяцев флешку убьет. Но при этом можно флешку всегда носить с собой, и любой другой ноутбук включать, и загружаться через BIOS определенным образом. Но суть не в этом. Дело в том, что есть ряд программ, которые бесплатные, опенсорсные. Это значит, как люди постоянно заделывают в них дырки, улучшают их, предлагают лучшие варианты. И на этой операционной системе есть свои альтернативы с точки зрения оформления тех же самых презентаций, тех же самых таблиц. Есть такая экосистема под названием LibreOffice, есть OpenOffice, есть LibreOffice, это братья-близнецы, они друг из друга выросли, Libre выросла из OpenOffice. И LibreOffice есть своя программа, которая позволяет делать презентации. Понятное дело, она совместима с PowerPoint, совместима с большим трудом. Но тем не менее, если вы хотите, вот у вас свой ноутбук, вы никому не рассылаете данные, или вы знаете, что вы коммуницируете с кем-то, у кого на компьютере стоит LibreOffice, а LibreOffice будет стоять и на Ubuntu, и будет стоять... А как правильно, кстати, удаление стоять? Убунту или Убунту? Ну, неважно, в общем. Будет стоять вот на этой штуке, да, а будет стоять, ее можно поставить на Windows, и LibreOffice прекрасно работает на Windows, и также прекрасно работает на Mac. То есть это такая экосистема, которая, в отличие от Microsoft Office, не пытается перерисовать интерфейс каждой разной новой процессорной системы. Поэтому вы абсолютно будете себя как-то чувствовать, работая в LibreOffice и на Ubuntu, и на Mac, и на VC. Это очень здорово. Плюс, все, впрочем, эти ребята молодцы. Это вообще компания, которую, наверное, слышали под названием Oracle, которая разработала ЯУ. И они, как бы, в общем-то... Ну, это про OpenOffice, да, LibreOffice выросла из OpenOffice. И они, в общем, стараются сделать так, чтобы работа с данными и работа с презентациями была наиболее комфортной. Соответственно, и так же есть альтернатива Excel под названием LibreOffice Calc. И могу сказать, что я, по умолчанию, в таблицах работаю с LibreOffice Calc. Потому что он не перекружен вот этими анимационными фишечками, которые придумал Microsoft. Плюс, к всему прочему, очень хорошо работают CSV-таблицы, в отличие от Microsoft. Например, сохраненные в офисе, в Excel-е, CSV-таблицы очень плохо открываются консортными программами. Учетная сфердировка происходит в кириллице. Еще одна программа, которая, в общем... Ну, понятное дело, что программисты, они знают про эту программу, дизайнеры не знают. Я бы рекомендовал многим дизайнерам, многим людям, которые работают с данными, ставить текстовый редактор, что углавим текст. Он позволяет писать код на любом языке программирования. Он будет проверять грамматику, ну, не грамматику, а синтексис. Я, например, пишу тексты в сублайме, причем в режиме... Есть специальный формат текста, называется... У него есть расширение .md и позволяет писать текст, и сразу, допустим, на GitHub выкладывать, он будет сорсен по законам разметки текста. Это более упрощенная версия HTML. Markdown? А? Markdown? Да, Markdown. Атом. 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 Атом позволяет писать код. Если вы вдруг увлечетесь кодом, вам нужна будет текстовая редакция, чтобы писать код, то вот вам бесплатный помощник под названием Атом. Более продвинутый помощник без написания кода это бракетс. Сейчас видео запустим. Немножко различемся. Бискотек мы никуда. This video is about a new project called Brackets. So, what is Brackets? Brackets is a free, open source code editor for the web. That means it's focused on HTML, CSS, and JavaScript. But even more than that, it's built in HTML, CSS and JavaScript. But we don't want it to be just another code editor. We've got three big ideas that we think will make Brackets special. First idea. Just you and your code. We want to do more than just code editing. We want to add features that will help make your coding much faster. But we don't want to do it by adding a bunch of icons, toolbars, and floating panels that get in the way of what you really care about, which is your code. Here's an early example of one idea we have for how to do this. I'm going to go ahead and launch Brackets, which you can see here is currently packaged as a desktop app. Although since it's built in HTML, we can run it in the browser eventually, too. As you can see, Brackets starts up really fast. Right now, we're hosting the Brackets HTML application in a thin native shell that lets it access the local file system. And here you can see that, in fact, it's showing its own source code on my local disk. I'll open up a couple files here, so you can see that we have standard editor features like color coding for JavaScript and HTML. But let me show you one idea we have for bringing more features into the editor without getting in your way. Here's an HTML file for a simple website. And one of the things I commonly need to do is edit the styles that affect a particular tag. I can do that by default. So you can show it as a way. So what we have for a simple way to do is edit the script. There you can see if you want to learn the code and you need to be able to use it. So if you want to learn the code, you'll need to take a long way to use it. Atom and Brackets are two very good ones to learn the code to write the code and check it out for a good time. To learn how to work and check it out for a good time. Язык программирования под названием процессик. Зачем он нужен? Была группа ученых, дизайнеров, программистов, которые работали совместно на визуализации генома человека. И они писали код, по-моему, на C, я уж не помню на чем, но обратили внимание, что они постоянно пользуются этими же библиотечками, и эти библиотечки у них как-то начали структурироваться, как-то появилось какое-то представление о том, что какая библиотечка делает. И они решили написать язык программирования, который, во-первых, не нужно долго и мучительно инсталлировать на компьютер. На самом деле процессинг работает просто. Вы берете, скачиваете папочку, находите там экзешный файл, запускаете, ну не экзешный, там по-разному, да, здесь новую пункт, по-другому это делается. Запускаете, у вас появляется окно, из которого вы можете писать код, а из которого вы можете запускать проект. В конечном счете выяснилось, что это вот эта простота ввода в... На самом деле, кто-нибудь пытался когда-нибудь питом установить на компьютере? Ну, вы знаете, насколько это увлекательное занятие, да? То есть на маке, по-моему, отчаяния питом стоит, а на виндусе это, ну, там целая инструкция, как-то зашел, прочитал эту инструкцию, сказал, не-не-не, рано еще. С питомом этого не происходит, ой, с процессингом этого не происходит. Вы просто скачиваете, запускаете, запускаете окошко и начинаете писать код. Причем код очень простой цикл, вы можете просто написать цикл, там, 50-50, через запятую, там, точку с запятой, нажать на этот треугольничек, у вас появится круг в окношке 500-500 пикселей. Это настолько просто, что очень увлекает. И очень многие дизайнеры именно через эту программу прошли в продакшн. То есть они начали делать продуктовый дизайн, и процессинг, он стал практически стандартным для обучения программирования. Потому что там все те же самые циклы, все те же самые условия, но они менее требовательны к синтаксису, они менее требовательны к... Там тоже бывают такие ситуации, когда человек по полдня себе тысячи делал, мне там точку с запятой поставил, но, например, если писать код не в окошке процессинга, а в окошке, например, с углаем текста, указав, что вы пишете процессинг, то ошибок будет меньше, потому что, например, с углаем текста, зная, на каком языке вы пишете, он сразу подставляет узкие коды, которые нужно механически писать. И, в общем, очень многие проекты были сделаны. Важный плюс процессинга заключается в том, что у него есть экспорт в JavaScript. То есть если вы написали код на процессинге, экспортируете в JavaScript, у вас появляется папка с кодом, который вы можете закинуть на сервер, к которому вы можете обратиться со страницы сайта, вписав его в iFrame, и у вас готовый продукт для веб-дизайна. А JavaScript вообще, честно говоря, дружит со многими вещами. Если вы сделали какую-то заготовку на JavaScript у себя на компьютере, вы можете отдать другому программисту, который может вкрячить и в iPad, и в Android, и куда угодно. То есть, понятие, это уже не так быстро, как если бы это писалось на ассамблее, но, в общем, в принципе, достаточно... Какие-то очень простые вещи можно писать прямо в процессинге. Другой пример. Вот с этой программы я со студентами начинаю флот программирование. То есть это программа Notebox 3. Она позволяет так же, как i4v, писать с помощью нодов. То есть соединяя узелки, условно говоря, сочиняя алгоритм. И, в общем, там очень много всего можно с точки зрения визуализации делать. Таких визуализаций, которые невозможно сделать ни в Excel, ни в R. В общем, Notebox и процессинг. Вот, как бы, Notebox можно изучить, наверное, занятий вечеров за пять. Там есть уроки, вы просто проходите эти уроки, они по-английски на фице, но они очень простые. Там, соедините этот узел, соедините тот узел, получите это. В общем, вы смотрите, как все это меняется. Очень прикольно используются для создания генератива акта. И некоторые проекты брендинга были сделаны с помощью Notebox. Могу сказать, что два последних, последний и позапрошлогодний победитель международного конкурса визуализации данных в журналистике Малафей были сделаны именно на Notebox. Написан он, по-моему, на бетоне. И тоже очень ценная штука, то, что можно какие-то производственные процессы автоматизировать, если заказать производственному каким-нибудь программистам ноды, которые написаны на бетоне, которые вы будете использовать в своих проектах, тем самым каким-то образом избежать какой-то рутинной работы. Я, например, для себя сделал свой собственный модуль, который визуализирует таймлайн, как мне это нравится. Если я настроил, я могу сделать таблицу, или мне пришлют эту таблицу, я могу сделать красивый обратный таймлайн. Еще одна программа, на которой мы очень долго со студентами зависаем, потому что, во-первых, очень красивый результат выдает, во-вторых, это настоящая такая вот работа, которую многие называют биг-датой, но на самом деле это, понятное дело, что речь идет о визуализации связей, которые называются электрогеограммами. Давайте просто посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok красивую плавную линию. И, собственно, эта программа использует коллектив Гривенхейлера для того, чтобы строить гармоничные плавные линии, переходящие от одного к другому. Очень круто для рисования шрифтов и для имитации каллиграфии. И еще один дополнительный функционал – это интерактивный способ управления контуром. Такого нет в иллюстраторе. Такого сделать в иллюстраторе невозможно. И ценность этого всего как раз именно в этом функционале. Я буквально недавно рисовал логотип именно с помощью этого инструмента. И могу сказать, что у меня был опыт, я делал целый разворот в инскейпе. В нем, например, есть возможность, если кто-то пользуется иллюстратором, значит, что там есть клеточки, грид. Грид позволяет достаточно точно делать кропотливые вещи, которые имеют ритмическую систему. Здесь нужно настроить несколько сеток, включая прямоугольные, включая изометрические. И если вы помните, вот тоже еще одна очень крутая штука, которая есть в Affinity Design – это примитивно. Шестеренки можно рисовать, отбивая количество этих зубьев, диаметры различных настроек. Это очень круто для инфографики, потому что там шестеренки мы рисуем в каждом втором проекте, и хочется иметь констонные настраивки. Здесь тоже есть, это есть, здесь можно рисовать шестеренки, можно рисовать баблы. Причем тут шестеренки можно рисовать в отличие от Affinity дизайнера, допустим, поставить несколько точек и сказать нарисуйте непередаточное звено. То есть такая простая задача из механики, термеха, термеха, механизмов машин. И он нам по этим точкам рисует шестеренки. В общем, правильные математически точечные шестеренки. И эта штука тоже развивается, там ужасный интерфейс, но если у него закрыты глаза, то им очень удобно пользоваться. Причем, опять же, пользуясь на смысл опыта, могу сказать, если попользоваться этой программой две недели и выучить все горячие клавиши, переходить на иллюстратор мучительно больно. Потому что, например, в иллюстраторе, если кто знает, включение-включение сетки — это Ctrl, точка за запятой. А в Affinity дизайнера — это решетка. В InScape решетка, да, то есть логично. Сетка — решетка. И очень удобно расположены клавиши различных инструментов. Плюс, ко всему прочему, какие-то умники постоянно выкладывают расширение этого интерфейса. Например, там есть вариант, когда в меню и в меню подписаны все горячие клавиши для... То есть, поскольку эта штука open-source, можно очень много сделать самому. Можно перерисовать собственный интерфейс под себя. Может быть, когда-нибудь я это сделаю. В общем, полезная штука. И вот, опять же, она бесплатная. Ее можно скачать. Единственное, что не пытайтесь пользоваться ей на Mac, потому что она очень плохо работает. Хотя есть возможность ее пользоваться. Проще параллельность поставить Windows или Ubuntu. Другая программа, я вскоре про нее скажу — это Geek. Кто-нибудь знает про нее? О, хорошо. Опытный пользователь. В общем, я рисовал иллюстрацию в этой программе в свое время. Это журналовский репортер. И могу сказать, что отличная замена на Photoshop. Прекрасно реагирует, дружит с диджитайзерами, ну, фланшетными, но графическими. То есть, да, у меня, опять же, ужасный интерфейс. Но, допустим, если вы пользуетесь, вам неохота тратить лишние деньги за непонятных штуков, которым есть еще модуль трехмерного моделирования, непонятно зачем, то ставьте GIMP и пользуйтесь им, наслаждайтесь. Тот же есть на всех операционных системах. Скайпус или скрипус, я не знаю, как правильно произносится. Альтернатива не дизайна. То есть, целый журнал и целые книжки остаются в скайпусе. Допустим, та я сейчас здесь обещала прийти не пришла. Моя дипломница сделала проект в высшей школе экономики. У нее случилась такая проблема. Она занималась картографией и у нее не заработал, в общем, старый оказался ноутбук, он не справлялся с объемом данных. Короче, они с мужем пошли купили отдельно жесткий диск, отдельно системник, отдельно материнскую плату, положили в коробку из-под обуви, собрали ее, запустили конструкцию и, значит, загрузили туда Ubuntu. И, в общем, там все, весь проект был сделан на этой штуке. Прекрасно. Но единственное, что нечаянно однажды уронили, значит, ту же штуку со стола и, в общем, системник восстановлению подлежит. Теперь этот проект нам не доступен. Но, тем не менее, в скайпусе можно сверстать все что угодно. Причем самое интересное, я могу сказать, я просто визжал от удовольствия, когда обнаружил, что в скайпусе, когда создаешь документ, оказывается, можно указать, каким образом рассчитать поля. Дело в том, что дизайнеры берут, рисуют диагонали, проекции, делают какие-то кружочки для того, чтобы рассчитать поля по алгоритму того, как это делал Гутенберг или как это делали по закону золотого сечения, по закону Фиббоначчи. Сейчас это делается просто вручную. А внутри скайпуса, оказывается, есть алгоритм, который сразу вам рассчитывает алгоритм полей, вне зависимости от размера вашего документа, вот по золотому сечению и по Гутенбергу. Почему это в этом дизайне для меня отличающая загадка, потому что, по-моему, каждый дизайнер, по крайней мере студент, должен это делать по умолчанию, если он не уверен, какие у него должны быть параля. Другая программа невероятно сложная. Есть в интернете полно отличных туториалов. Рекомендую посмотреть подкаст Андрея Карматского, который рассказывает вообще про диджитал-картографию. Позволяет решать кучу проблем с... Обычно люди лезут к Могикипедию, скачивают карту мира. А вот вам, пожалуйста, если вы умеете изучать программы и умеете им пользоваться, Кугис, это отличный бесплатный инструмент для визуализации данных, для картографии. И он, в общем-то, опять же, бесплатный. Собственно, проект ТАИ, это связка была с Крайбуса, Кугиса. В общем, мы сделали прикольную штуку. Макбокс-студио. Вот тут мы добрались за интересной такой штуки, что на самом деле все эти картографические данные уже в интернете в открытом доступе. Это, допустим, OpenStreetMaps. И есть, допустим, Mapbox, у которого свой собственный сервер и свои собственные картографические данные. И можно создавать достаточно быстро и достаточно качественно, оперировая языком программирования карта JS, которая позволяет очень быстро делать кастомные интерактивные карты. И создав Mapbox-студио, например, какой-то стиль интерактивной карты, вы можете его использовать в собственном интерактивном проекте или отдать дизайнерам, который что-то с ним будет дальше делать. В общем, текущая версия Mapbox-студио позволяет писать, кастомизировать внешний вид карты с помощью написания кода. Я решил не задерживаться на этом, потому что в ближайшее время ближайший релиз Mapbox-студио будет содержать в себе графический интерфейс, который будет позволять, так же, как в фотошопе или в иллюстраторе, управлять цветами объектов на карте, стилем подписей. И, в общем, нам нужно просто дождаться этого релиза. И мы будем наслаждаться жизнью. Заметьте, я все еще нахожусь в бомбу. Это все бесплатные программы, бесплатные операционные системы. Понятное дело, что это не совсем бесплатно. Например, Mapbox-студио требует регистрации на сайте, и там есть ограничения по количеству файлов, которые вы можете сохранить в облаке. И, понятное дело, эти файлы, они, как бы, считаются, не будут защищены, то есть они будут сразу выложены в этот доступ. Если вы хотите пользоваться Pro-версией, то, естественно, надо достаточно хорошо заплатить. Но это круто для девелоперов, которые не хотят заморачиваться со сложными картографическими данными, которые просто хотят на Bluetooth создавать приложения с вот такими возможностями в расстановке метр на картах или еще как-то, и иметь свой уникальный вид, то, собственно, это не очень небольшое капитал вложение для того, чтобы снять с себя часть рутинного продакшена. В общем, будет еще одна программа упомянутая, но уже в другом модуле, которая очень хорошо с этой программой работает. Продолжение следует...